Все-таки правительство Украины пошло навстречу тому, что они называют требования сепаратистов. Никаких сепаратистов нет. Есть спецслужбы, есть подкупленные колораны. Тем не менее, они себе придумали, так сказать, головную боль, пойти навстречу, отменить в Украине украинский язык, ну или сделать его просто одним из, так сказать, языков. И, значит, референдум по автономизации. Что ты по этому думаешь? Я думаю, что, как в Донбассе те, кто не знает украинский язык, не успел его выучить, говорили по-русски, так они при любом варианте референдума тоже будут на нем говорить. Вот здесь имеется в виду другое. Что значит второй государственный язык? Если в данном регионе действует закон о региональном языке, европейская норма, то это и так дает возможность говорить на этом языке. Но в школах дети учат украинский язык, изучают украинскую литературу, будут иметь какое-то будущее, когда приедут в Киев учиться. В своей стране. В своей стране будут иметь будущее. Ладно, взрослым положим этого, хотя я не понимаю, это не эстонский язык, не финно-угорская группа, действительно сложно. И даже не латышский, это украинский язык, не в воде горшки обжигают, он я присягу сегодня принимал, практически без словаря. На суржике. Да, на суржике. То есть то, что от вас требуется, чтобы вы хорошо себе представляли наши друзья из украинского правительства, от вас требуется, чтобы никто не смел изучать украинский язык. Я помню, как это было в Белоруссии, потому что я оттуда родом, школы были белорусские в городе Барановичи, одна русская школа была. Это то, что требует от вас, не обстоятельства, а то, что требуют от вас сегодняшние бандиты. Да, то, что требуют бандиты. Там во всем городе была одна седьмая русская школа. И меня несчастную, козыряя тем, что мои родители живут в Москве, всунули в эту русскую школу, хотя она была за 4 километра от города, меня на саночках туда возили. А рядом была пятая белорусская школа, рядом на той же улице. Меня туда не отдали. Результат какой, что читать я по-белорусски могу, но не могу писать. И не могу свободно разговаривать. Хотя понимаю. Но поскольку я живу в Москве, это как-то не очень бросается в глаза. А как будут жить дети тех, которые собираются их навсегда поселить в гетто, то есть из Восточной Украины пытаются сделать гетто и лишить их навсегда возможности как-то общаться в своей родной стране. Потому что регионального статуса языка вполне достаточно, чтобы взрослые чувствовали себя комфортно. Но они же возражают против того, я же слышала своими глазами одну колорадку. Она возражает против того, что ее дети изучают украинский язык. Поэтому это только прикрытие. Это попытка опять вернуться в Советский Союз. Где в Литве, например, даже тогда там было ровно 81% был литовцев. В самые 70-е годы, в разгар 80-е, в конце 80-х. При этом все меню в кафе и ресторанах лично пронаблюдала были на русском языке. Нельзя было, просто нельзя было сделать их на русском. Но они другая политика осуществляла, политика заселения территории Российской. Да, и презрение к национальным языкам. Я думаю, что если Украина собирается состояться как государство, независимое государство, то эта проблема должна быть решена так, как решают ее независимые государства. Любые переходные формы – это потеря независимости самостоятельно. Вот именно это как раз говорит депутат от партии «Свобода» Ирина Фарион, за что ее у нас здесь готовы уже в розыск объявлять. Ирина Фарион и пераи «Свобода» и «Свобода» и «Свобода».